Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Мы сегодня поговорим с вами о морковке, о том, как получить его красивые корнеплоды, чтобы она хорошо сохранялась и была сладкой и сочной. Как этого добиться? Ну, первая ошибка, которую допускают наши огородники, это уже при посеве морковки. Какая основная ошибка? Значит, морковка, в отличие от очень многих корнеплодов, очень любит фосфор. Вот, поэтому для того, чтобы морковка наша давала хорошие корнеплоды в последующем, в родочки обязательно мы вносим суперфосфат. Унесли суперфосфат, посыпали в родочки, это гарантия, что ваша морковка будет сладкой. Также очень неплохо внести, если одну часть суперфосфата, примерно половину части внести калий-магнезий. То, какое удобрение есть, тоже внесли в родочки. Это при посеве подготовка. Так вот, потом морковка зашла, так называемая фаза вилочки. Фаза вилочки прошла, появляются первые настоящие листики. Два-три настоящих листа. Вот в этот период, именно, где-то до пятого листа, морковочка нуждается в азотной подкормке. Вот эту подкормку в этом году как бы прохладно, поэтому эта подкормка сейчас как раз в форме сделать в эту пору. В азотной подкормке что можно сделать? 15 грамм, ну это 15 грамм, это чайная ложка на ведро воды, а мяшной селитры. Можно взять чайную ложку без верха мочевины на ведро воды, полили нашу морковочку. Все, больше азота мы не увлекаемся. Следующая подкормка пойдет у нас, уже для нашей морковки, будет калийная. Из калийных морковка может перенести и хлористый калий, не надо, ну, думаю, что надо как это самое. Можно, может она перенести, ну и хорошо переносит, конечно, чернокислый калий. Поэтому мы с этих удобрений раствораем. Ну, дозы также где-то 20-30 грамм. Ну, там где-то столовая ложка на ведро воды. Этих минеральных удобрений мы даем под нашу морковочку. Конечно, можно как бы совместить. Есть такое прекрасное удобрение монокалий-фосфат. И, значит, там есть повышенное содержание калия и уменьшенное фосфора. Вот можно дать в эту пору, потому что мы обеспечиваем морковку как бы фосфором и калием. Значит, запоминайте, первая подкормка азотная, вторая подкормка, может, в большей степени калийная, ну, а следующая подкормка, да очень дают, это фосфорная. С фосфорных мы даем суперфосфат. Он хорошо растворается, но можно использовать в небольшом количестве и амофос. Также очень хорошо будет для того, чтобы наша морковка росла сочная и хорошая. Вдобавок фосфорное удобрение будет способствовать тому, что корнеплоды нашей морковки будут хорошо храниться зимой. Так что, запоминайте, самое главное для морковки это фосфор. Будет морковка обеспечена фосфором, будут сочные сладкие корнеплоды и будут хорошо храниться зимой. Так что, видите, как бы сложностей особых нету, чтобы у вас выросла сладкая морковка. Ну, что еще морковка очень любит, не забывайте, она любит рыхление почвы. Рыхление почвы, чтобы к корнеплодам поступал воздух. Будет поступать воздух к корнеплодам, значит, корнеплоды будут более ровные. Ну и морковка отзывчиво на поливы, потому что для роста корнеплодов, как бы корневая система сладенькая, а для роста корнеплодов требуется влага. Поэтому не забывайте также поливать вашу морковку. Поэтому эти такие небольшие секреты помогут вам собрать хорошую морковку. Ну, значит, опять же, некоторые замечания. Ну, некоторые увлекаются, сыпают под морковку большое количество золы. Ну, делать это тоже не очень желательно, по той простой причине, что в золе содержится больше калия, а пониженное количество фосфора. А как я сказал уже в начале своего ролика, что морковка более отзывчива к фосфору, чем к калию. Следующий, что такой нюанс, почему не всегда морковка удается. Многие под морковку вносят свежий навоз. Внести свежий навоз, наша морковка становится рогатой. То есть она вырастает, после свежего навоза она начинает ветвиться. Растет 3-4 корнеплода. Качество корнеплодов страдает. Поэтому такой ошибки вы стараетесь не допускать. Не вносите свежий навоз. Ну, и, соответственно, морковку лучше внести пирогной. Но если нет пирогной, лучше сеять, как говорится, его в пустую землю, заправленную фосфором. Так она будет, тогда она будет более, более красивая. И что, вот что, обратите внимание. Значит, морковка, значит, как бы на органике, тоже органическим удобрением, не очень-то она их любит. Поэтому различные подкормки сорняков или любой органики для морковки не очень желательны. Потому что это также влияет на качество корнеплодов. Ну, и самое главное по морковке. Если вы еще не посеяли, знайте, что сделать это еще не поздно. Морковка высеяна где-то с 10 по 20 июня. Так что время, что есть у вас до этой даты. Вырастает всегда сочной. Ее не поедают червячки, потому что нету морковной мухи. И такая морковка очень-очень хорошо хранится зимой. Поэтому для зимнего хранения посеять морковку еще не поздно. Соответственно, если вы допустили какие-то ошибки при весеннем посеве, вы постараетесь их исправить при летнем посеве морковки. И тогда урожай вас порадует, если вы ждете все, что я вам рассказал. Вам хороших урожаев, чтобы эта витаминная продукция, красивая такая, яркая, нарадная, была на вашем столе. Ее грызли с удовольствием не только дети, но и вы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok